Как установить драйвера на Windows 8.1 Сетнот представляет, друзья! С вами сегодня Сетнот и в этом видео мы рассмотрим Установку драйверов на Windows 8.1 Или просто можете назвать Windows 8 Будем драйвера устанавливать с флажки на нашу материнскую плату Скачайте с официального сайта драйвера под вашу материнскую плату Обязательно скачайте для вашей операционной системы Выберите в списке Windows 8.1 Но у меня A40P67Pro3 почему-то драйверов под Windows 8.1 нету Есть только 7 и 10 Почему пропустили я не знаю и даже подвисты нету Почему, почему, почему? Но мы с вами не пальцами деланы Мы все сможем, друзья! Мы поставим драйвера даже если там нету драйверов на официальном сайте Ведь поддержка здесь есть от семерки драйверов Есть поддержка от десятки драйверов Можно всегда поставить от десятки драйверов, они подходящие Можно поставить от семерку, они тоже подходящие возможно будет Но если даже и не установится, он выдаст ошибку А значит мы подумаем как установить этот самый драйвер А может быть мы поставим драйвер Пак Солюшен Есть набор драйверов как драйвер Пак Солюшен Есть сам драйвер, есть снапи драйвер инсталлер и есть другие программные обеспечения И можно даже через интернет, через диффайди найти драйвер на ваше устройство Если только ваше устройство совсем уж не дикое или устаревшее Можно всегда поставить драйвер Поэтому давайте попробуем на восьмерку поставить наши драйвера Давайте подкручим нашу флешку в наш USB разъем нашего компьютера Компьютер сразу же, сразу же наша флешка определилась И здесь появилась сеть, мы пока не хотим в домашней сети подкручаться Автоматически определилась наша флешка Открываем этот компьютер, корзину Здесь этот компьютер, наша флешка И выбираем драйвера от десятки или от семерки Какой же из них выбрать? Давайте выберем драйвера от семерки Попробуем каждый из этих драйверов поставить Может быть драйвера действительно установится И проблем никаких не будет И мы сможем драйвера все же установить Давайте это сделаем Управление перейдем давайте Посмотрим какие драйвера все же присутствуют А какие нет Я вижу что уже интернет работает Значит сетевой адаптер уже определяется И диспетчеры устроят всего лишь два драйвера, друзья Неужели в восьмерке многие драйвера уже есть? Я не знал, друзья Ну что ж, давайте все равно поверх него будем ставить Потому что всегда официальные драйверы стабильны Конечно здесь уже встроены драйвера Может быть они будут нормально работать Но хочется, друзья, чтобы были официальные драйвера Которые уже выпущены производителем Потому что они тоже стабильны, они лучше И их нужно поверх этих драйверов ставить Давайте начнем с чипсета Первый на первый чипсет драйвера ставим Инф так, да, да Если какая-либо ошибка возникнет Он сообщит Давайте нажмем далее Ну где же далее? Установщик Что-то он задумался прям Неужели ему чипсет драйвера не нужны? Обязательно в первую очередь чипсет Без этого никак Но почему-то... А вот далее все же нажмем Да, далее И сейчас у нас происходит установка как раз этого самого драйвера Подождем некоторое время Пока будет установлено Вот, все и установилось Далее Готово Даже перезагрузку не затребовала, странно Теперь следующий драйвер Это у нас... Так, Floppy ME не надо Rapid не надо Realtek Audio Давайте драйвера Звуковой драйвер поставим Но звук здесь просто шикарнейший, друзья Но все равно мы сверху Realtek будем ставить Если мы откроем так далее Если мы откроем диспетчер устройств Откроем звуковые устройства То здесь у нас устройство с поддержкой High Definition Audio Значит сюда должна Realtek установиться на первое Поэтому ждем пока мастер установки установит этот самый драйвер Драйвер был установлен Компьютер позже перезагрузим Сейчас не будем перезагружать И смотрим Действительно появился в списке Realtek Значит от семерки драйвера подошли и на восьмерку Поэтому всегда пробуйте, друзья Этот драйвер всегда будет хорошо работать И возможно здесь в центре уведомления будет уже драйвер Realtek А давайте все же в панель управления зайдем И посмотрим наши мелкие значки сделаем И в списке должен быть здесь Realtek Вот у нас диспетчеры Realtek HD Значит звуковой драйвер был установлен И мы можем управлять драйверами устройств звуковых устройств И вот и все Звуковой драйвер поставился Теперь следующий драйвер Это у нас Realtek LAN Это у нас сетевой адаптер Да, соглашаемся И теперь у нас гадали установить И смотрим Сетевые адаптеры Здесь у нас контроллер семейства Realtek PCI-GBE Поверх него должен установиться наш реалтековский драйвер Здесь вот он Все, друзья Сразу же сменилось название на Realtek PCI-GBE Family Controller Если мы на него кликнем Драйвера То у нас более свежий драйвер установлен Давайте готово здесь кликнем Готово Все, драйвер был установлен Готово Теперь наши драйверы от семерки подходят и для Windows 8.1 Поэтому никаких проблем с этим не было Никаких ошибок не было Возвращаемся назад Теперь давайте установим Smart Connect Smart Connect драйвер Выбираем X64 Возможно вот это вот одно из этих устройств Неизвестные источники Возможно это его драйвер Далее Принимаем условие лицензионного соглашения Далее, далее и установить Здесь соглашаемся И у нас происходит установка Smart Connect Смотрим наш диспетчер устройств Действительно Действительно Сразу же два драйвера было установлено То есть он автоматически удалил все драйвера С восклицательным знаком И все, друзья Вот посмотрите Теперь все чисто То есть все драйвера были установлены Если мы перезагрузим компьютер То можем уже работать за ним USB 3.0 Мы сзади забыли про USB 3.0 драйвера Его нужно обязательно установить Даже если у вас драйвера есть Подходящий От Windows 8 Давайте подождем некоторое время Далее Next продолжит install Смотрим на наш USB контроллер Здесь у нас должен появиться USB 3.0 host контроллер Поэтому мы просто сидим и наблюдаем Пока этот самый драйвер Будет установлен Да, драйвер уже установлен Но в списке не появился Значит, значит, значит Вот он, скорее всего Этрон USB 3.0 появился в списке Скорее всего этот драйвер Теперь давайте перезагрузим Наш компьютер Наши все драйвера были установлены Но нет, друзья Мы кое-что забыли А что же мы забыли? А мы забыли поставить Драйвер видеокарты Видеоадаптеры Базовый видеоадаптер Microsoft Нам нужно поставить на него драйвер Давайте на него установим Драйвер Открываем этот компьютер Вот наш видеодрайвер Как раз он подойдет И на наш восьмерку Я для семерки скачал Но и для восьмерки Теперь запускаем наш драйвер И ждем Когда он распакует наши драйвера Да Соглашаемся И окей кликаем Теперь сейчас происходит Распаковка нашего драйвера NVIDIA У меня видеокарта Полит NVIDIA GeForce GX1060 Драйвера на официальном сайте Под восьмерку имеется Поэтому драйвер должен без проблем Определиться И установиться У нас происходит проверка Совместимости системы Выбираем графический драйвер И GeForce Experience Можем выбрать его Чтобы и GeForce Experience Можем только графический драйвер Ну давайте выберем И тот и этот Принимаю продолжить Выборочное можем выбрать А можем экспресс выбрать Далее И у нас происходит подготовка К установке Наши файлы сейчас будут Установлены Поэтому ждем пока Графический драйвер Будет установлен И разрешение экрана У нас сменится На Full HD И сразу же у нас Здесь реклама происходит У нас подключение к интернету И видим что Сразу же идет реклама Разрешение экрана Сразу же сменилось То есть на Full HD экран 1920 на 1080 Все стало очень-очень мелким Как видим очень мелко стало Установка NVIDIA Завершена Создать значок На рабочем столе Или запустить NVIDIA Experience Давайте все это Уберем галочки И просто готово Кликнем Закрываем это окошко И теперь давайте Перезагрузим компьютер Или давайте просто Откроем диспетчер устройств И посмотрим Что у нас здесь Как у нас С графическим драйвером Ну вот и все Видеоадаптеры появились NVIDIA GeForce GX 1060 6 гигабайтный Появился в списке Теперь можем перезагрузить Перезагрузить наш компьютер И проверить Как все это у нас работает После перезагрузки Перезагрузка нашего компьютера Все драйвера у нас Корректно установились Драйвера подошли От Windows 7 И никаких проблем Не возникает Никакого звукового Сопровождения нету Вот так вот запускалась Восьмерка друзья Нету Если в семерке Еще какой-то звук Присутствовал При запуске системы То в восьмерке Это убрали Звук приветствия Вот наша Windows 8 Все стало действительно Очень-очень мелким И реально все мелкое Давайте теперь откроем Правой клавишей На мой компьютер Управлением И посмотрим Как у нас обстоят С драйверами И все ли драйвера Были установлены На Windows 8.1 Давайте откроем Наш диспетчер устройств И видим Что действительно Все драйвера В списке Были установлены Все драйвера Без восклицательных знаков И они все установились Драйвера от семерки Подошли на 8.1 Поэтому если вы Хотите поставить Драйвера на восьмерку Но драйверов просто нету То берите Драйвера от семерки Можете взять От десятки Можете взять Windows 8.1 Драйвера от восьмерки Драйвера от восьмерки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...